Что характерно, любили друг друга? Знаешь, как она меня называла? Никто не знает! Я ей говорю, Санюшка, а она мне Метюнюшка! Я ей говорю, Санюшка, а она мне Метюнюшка! Всем добрый, пятничный вечер, уважаемый радиослушатель! Добро пожаловать на радио Маняк Псков! И, как сказал мужской голос в самом начале, и он не ошибся, это действительно шоу вежливых людей. Друзья, у микрофона я, Рубин Александр, и мой коллега, который просил называть его не иначе, как Виталий Михайлов. Виталий, всем привет, друзья! Рад всех слышать! Я надеюсь, что все-таки услышим мы наших радиослушателей, да? Ну, конечно, вживую! Ведь, друзья, мне кажется, сейчас наши радиночцы показывают 17.08 и 23 секунды. Самое время перейти из разряд пассивных, среднестатистических радиослушателей к радиослушателям активным и активно выражающим свое мнение, позицию, и тем радиослушателям, которым есть чем с нами поделиться. Так вот, шесть заветных цифр, 62, 80, 30, именно они помогут вам попасть в наш прямой эфир. Да, ну, а тема, которую мы выбрали сегодня для нашего эфира, ну, такая необычная. Вроде бы, такого прямого инфоповода нет. Ты знаешь, есть некоторые темы, о которых можно говорить вечно. Конечно. Мне кажется, сегодня одна из таких тем, и под интересной призмой мы сегодня ее рассмотрим. Ведь мы часто говорим о каких-то своих близких, да, людях, о мамах, папах. Вот День матери совсем недавно был, да? Так и День отца в этом году впервые отметился. Да, да, да. А вот о бабушках и дедушках часто забываем. А это несправедливо, как мне кажется. Ну, да, вот, например, когда последний раз заезжали к бабушке на блинчики, да, вы? Или когда, может быть, бабушка к вам с блинчиками приезжала. Вот именно об этом мы сегодня с вами и хотим поговорить о том, кто же такие наши современные бабушки, наши современные дедушки. Друзья, также есть у нас опрос в нашей группе ВКонтакте, Радио Маяк Псков, и мы вас там спрашиваем. Ну, как раз о том, о чем ты сказал. Какими же должны быть современные бабушка и дедушка? Варианты ответов. Я просто зачитаю. Интересно. Сидеть, вязать носочки и варежки. Ну, классический такой взгляд. Печь блины и баловать внуков. Снимать тиктоки и вести свой блог. Неожиданно. Ну, кстати, ты знаешь, сейчас это очень популярно. Вот, институты третьего возраста и прочее. Много путешествовать, изучать иностранные языки, заниматься огородом, все вышеперечисленное, свой вариант. Александр, в общем, писал все, что знал. Ну, все, что знал, рассказал, да. Друзья, в группе ВКонтакте заходите, голосуйте в конце эфира, мы обязательно подведем итоги, как считаете именно вы, наши радиослушатели. Да, друзья, я вот честно признаюсь, что, к сожалению, не помню ни бабушку, ни дедушку свою. Я был маленький, мне было два года, и вот последняя моя бабушка умерла. Поэтому таких воспоминаний об этом у меня нет. Вот, слава богу, что моему ребенку повезло, и вот все в строю, что называется, и она может испытывать вот эту любовь бабушкину и дедушкину. Ну, это действительно прекрасно. И позвоните нам, расскажите, как у вас складывались или складываются взаимоотношения с бабушкой или с дедушкой, что разумное, доброе и вечное удалось посеять вашим бабушкам и дедушкам в вас. И удалось ли. И удалось ли. А может быть, вы позвоните нам по телефону 62830 и скажете, а вот бабушка мне всю жизнь говорила, носи шапку, а я не носил, и только сейчас, когда вот простыл, понял, как же она была права. Может быть, такие какие-то локальные частные случаи. Ну, и просто, может быть, какие-то хорошие слова скажите своим близким. Кстати, да, скажите. Им сейчас непросто в пандемию, давайте помнить об этом. Да. Виталий, тебя, ну, ты заметил, что с нами в студии еще кое-кто. Конечно, я вот к этому и подвожу, я вот хочу, хочу представить уже, но все, не могу. Итак, с нами сегодня режиссер документального кино и автор уникального проекта о бабушках Анна Скрипкарь. Добрый вечер. Привет, садись поближе к микрофонам немножко. Да, ну, расскажи нам, пожалуйста. Дела вообще, Ань, давай. Дела снежно довольно-таки почему-то. Неожиданно наступила зима, и никто не ждал, как обычно. Я-то точно не ждала. А она все равно наступила. Но дела хорошо. Да, ну, давайте для тех, кто не знает предысторию такую Ани. Аня родом из-за почки. Из-за почки. Да. Вот так. Так вот, на луке уже почан в этой студии, Александр. Прекрасно. Да. Собственно, долго и, наверное, до сих пор в душе работает. И работала на телевидении. Занимается, занималась этим в Пскове. Собственно, где мы и познакомились, да. Где мы сейчас находимся. Вот. Потом уезжала в Москву. Я помню, в Сочи была. Была. Целый год. Уф ты. Да. Ну и, собственно, вернулась сюда. И родина все равно позвала. Позвала. Она сказала, домой, Аня, хватит. Хватит ездить туда-сюда. И с камерой, со штативом эта хрупкая девушка приходит в гости, да, и снимает замечательный документальный фильм. Снимает бабушек и дедушек. Я смотрел твой документальный фильм про печки, но это, конечно, шикардос. Шикарно. Вот ты знал про русскую печь в сковских селах. Я только песни знаю. Маленький домик, русская печка, что-то дом оловянный, что-то и свечка. Нет, ну, мне кажется, после нашего сегодняшнего эфира полюблю я документальное кино. Конечно. Я на это надеюсь. И все мы с вами. Хорошая документальная. Самое важное. Конечно. Так вот, проект, как мы с Анной за эфиром решили, что это все-таки проект, да, хотя она, ну, недолго открещивалась, что она просто это делает по доброте душевной, по, можно сказать, зову сердца. По любви. По любви, да. Такой проект по любви, касаемый жизни бабушек и нашего старшего поколения. Хотелось бы немножко подробнее узнать, Ань, как вообще это все дело получилось, когда ты поняла, что тебе это интересно всем. Как придумала? Да. Она сама себя придумала. Я ничего не придумывала. Это не был проект, который ты вот сидишь с бумажками, с ручками и такой думаешь. И сейчас я, да, сейчас я, значит, вот напишу сценарий, потом буду его реализовывать. Нет, этого не было. Это совершеннейшая случайность, просто я человек снимающий, человек с камерой, и когда я вижу какие-то интересные для меня вещи, я их начинаю снимать. Это на автомате уже происходит. И в какой-то момент я поняла, что бабушки и дедушки рассказывают совершенно удивительную историю, и их очень хочется снять. И с этого все, наверное, началось. Ну, ты с ними как вообще общалась? Потому что с пожилым поколением, ну, далеко не всем хочется общаться. А это, кстати, очень зря. Так. Общалась я с ними, ну, я же в Апочке живу, у меня живут в Апочке мама, у меня есть прекрасные, чудесные соседи, бабушки, дедушки, с которыми мы дружим, которые тебя подкармливают пирожками, которые делятся с собой. То есть помнили тебя еще когда-то по школу ходила, да? Да, 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 и тебе не нужно к ним втираться в доверие, там, включать какую-то журналистскую, там, профессиональную этику. Нет, ты просто с ними общаешься о жизни, и они тебе просто рассказывают какие-то свои истории, какие-то свои знания, а ты это снимаешь. Начиналось все именно так. Так, и только ли знакомых бабушек и дедушек? Ну, начиналось все именно с того, что... Ну, ладно, давайте с самого начала началось все с фильма, вот, про который мы говорили до эфира, документального фильма «Москва без цензуры». Поехали мы снимать этот проект, хотели снять что-то веселое. Я это помню. Да. У тебя там не было, я всех участников выяснил. Нет, кто не знает, деревня Москва находится в Псковской области. Да. Напомню, в каком районе. Ты помнишь? Если не шесть, это Порховский. Порховский район, деревня Москва. Там три избы, да, жилых, я так понимаю? Было. 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 В 2010 году там было три жилых избы. Ну, и, собственно, Анна туда отправилась вместе с Сергеем Николаевым, да, известным журналистом, и сняли они фильм документальный, посмотри. Да, вот я уже услышал, и также хочу, чтобы наши радиослушатели тоже услышали, что в 2010 году вот в деревне Москва Порховского района проживало всего три дома. Три дома, да. И вот, Аня, расскажи, пожалуйста, почему, как так получилось, что Москва переехала в Порхов частично? Вот эту вот историю. Откуда взялось название Москва? Рассказ, опять-таки, бабушки, жительницы, коренной жительницы деревни Москва. Она рассказала, что у них был дедушка-старожил, которого все звали Сталиным. И в какой-то момент, когда была какая-то или перепись, или еще что-то, пришли и стали записывать название деревень. И вот этот вот Сталин сказал, что мы живем в Москве, и деревня стала называться Москва. Да, но мы сейчас не будем рассказывать о чем и зачем вообще создавался этот фильм, но вот тебя зацепила история. Это была точка старта. Это была точка старта, когда мы приехали снимать этот проект, мы хотели встретить что-нибудь юмористическое. Нам хотелось повеселиться. Мы хотели приехать в Москву, в деревню, да, сказать, вот где у нас Красная площадь, где у нас метро, где у нас там пробки 10 баллов. Но весело не получилось. Но весело не получилось. Оказалась жизнь. Оказались люди очень простые, очень душевные, которые пели нам частушки. Вот не получается, слушай, не получается веселый фильм, я хотел сказать, на Псковщине. Но хотя холоп, знаешь ли, но достаточно веселый. Это уже художественное кино. Ну, правда, и не в Москве, конечно, снимали. Это просто другой юмор. Это тоже весело, когда тебе поют частушки, когда люди рассказывают какие-то смешные истории. Это тоже весело, просто это другой юмор. Это настоящий народный, человеческий такой вот юмор, который в очень четком соприкосновении с жизнью. Так, и тебе захотелось после этого общаться с другими бабушками, узнавать другие истории? Мне захотелось погрузиться больше в жизнь. Есть же две жизни, да, есть жизнь большого города, есть жизнь деревни. Они совершенно разные. Два мира, как говорят, Москва, да, одно государство, вся Россия другое государство. Деревня – это совершенно другой мир. Мне захотелось узнать его поближе. К деревне ты маленькие городки относишь или нет? Отличается все-таки жизнь маленького городка, то есть же Апочки? Это как промежуточное такое звено. Промежуточное звено. Там тоже есть очень много жизни, которая отличается от мегаполиса. Так, и после этого ты отправилась куда? А после этого я отправилась... Следующая бабушка-то где была? Следующая бабушка была... Ух, вот это вопрос. Где ты была, не помню. Где была следующая бабушка, не помню. Они понарастающие, они просто уже приходили. Я отправилась в жизнь, в другую, не к бабушкам конкретно, а в другую жизнь, деревенскую жизнь. Там были и бабушки, и дедушки, и деревенские мужики, которые живут, да, там Ванька на печи русские, классические сказки. И женщина, которая готова и горящую избу, и коня. И это все до сих пор есть, до сих пор живо. И это очень интересно, очень увлекательно. А вот этот вот формат видеороликов, да, хотелось бы спросить про него. Это выходит в формате интервью, формат просто рассказа о жизни. Это выходит у меня в Инстаграм. В какой-то момент я поняла, что народ не готов смотреть длинное видео. У нас же сейчас, да, поколение тиктоков. 15-секундное поколение. Желательно, да, 15 секунд, даже минутка бывает очень много. Но в 15 секунд рассказы, ну, совсем не уложишь. Я поняла, что какие-то длинные такие интервью, их просто, ну, люди не смотрят. Это все равно нужно сесть, нужно погрузиться, нужно настроиться. Все там вещи-то серьезные, да, рассказывают. А минутные ролики, которые такие еще цепляющиеся с какими-то историями, народ вот начал вдруг любить, начал вдохновляться этим. И так родилась идея коротенькая. Давай хотя бы одну историю. Это что, анекдоты о сельской жизни какие-то? Это всегда очень разные истории. Ну, например? Это, например, может быть история о войне. История о голоде военном. История о испанке, например, да, там, вот у нас сейчас коронавирус. Актуально. Бабушка рассказывала, как они переживали испанку, как ее там братья и сестры умирали, а она выжила. Это, может быть, история о любви, о том, как выдавали замуж. Я очень люблю историю о любви. Мне кажется, что вообще все истории о любви в конечном итоге. Так что самые разнообразные. Конкретные? И говор такой, наверное, определенный. Говор, да, да, да. Вот эти псковские вши прекрасные. А в апотике же цки? Ну, цки нет. Цки нет. Вши есть. Поевши, попивши, уставши, что-то ко мне пришовши. Полежавши. Полежавши, да. Вот это вот. Друзья, а какими были ваши бабушки? Может быть, у вас остались истории интересные из их жизни? Звоните, рассказывайте нам, 62-80-30. Да, с удовольствием вас. И так же пишите в группе в нашей ВКонтакте. Да, там же есть у нас и опрос. Да, обязательно принимайте голосование в нем. Но, слушай, вот эти все бабушки, они же не такие, как на Западе. Давай признаем. Вот совсем недавно группа Абба разродилась в новом альбоме. А это уже бабушки, дедушки, знаешь, уже совсем за. Как тебе сказать? За любой пенсионный возраст, скажем так. Ладно, хорошо. Но поют. Наши тоже поют. Так. Частушки поют. Ну да, я могу вспомнить, конечно, Ольгу Сергееву, которая, да, всем известная, она, так сказать, стала популярной. Еще Аббе прикурить-то даст. Когда ей было там 70-80 лет. Я бы наших бабушек как-то так не... Они тоже частушечку могут спеть, ого-го. Но уровень все-таки Аббы и частушечек. Нет, это... Виталий, я тебе сразу скажу, ты посмотри, если мы уж сравним шоу-бизнес, да, то у нас в шоу-бизнесе... Ну, Леонтьев тоже не мальчик уже. Согласен, а скачет-то как... А скачет еще Абби, да. Фор-фор даст. Ну, и бурановские бабушки, да, у нас есть. Так что наши бабушки не отстают. Но здесь, мне кажется, мы говорим немножко про другое. Мы говорим про... Ну, если не фольклор в классическом понимании, да, этого слова, то все-таки какую-то, ну, больше народную культуру, наверное, бабушки несут, передают и рассказывают, да? Да. А передают ли? Мне кажется, передают они там, где, ну, действительно, маленькие города, маленькие села, в больших городах этой культуры уже нет. А бабушки... Вот, посмотри на современных бабушек. Во-первых, это бабушки, часто им лет по 40-45 уже, да? И они уже бабушки. И как я... Если я бабушка, я оскорбилась уже, что я бабушка, ты понимаешь? Ты попробуй ее назвать бабушкой. Она не признается, что у нее есть внуки, я тебя уверяю. Есть такие люди, специальные. Я же... У нас же сейчас тренд на молодость всеобщую, да? То есть я же вечно молодая. Ну, и поэтому признаться, что у меня есть внук, что я бабушка. Не дай бог, я его вожу в садик или вяжу носки. Ну, это стыдно теперь. Нет. Не модно, я бы сказала. Не модно. Это не модно. Да, это не модно. Господа, вы сейчас говорите о том, что бабушке быть не модно. Да, мне кажется, что любая мать, любая мать, у которой есть совершеннолетние дети, постоянно тюкают своего ребенка, доченька, хочу внуков, доченька, хочу внуков, то есть хочу стать бабушкой. Какая любая мать? Если ей уже 40 лет, например, да, или там 50 лет, да, может быть. А если матери чуть меньше, скажем? Ну, я думаю, не знаю. Мы сейчас говорим о видоизменении бабушек. Да, да, модификации. Модификация бабушек. Нет, подожди, вот когда мы представляем себе вот это слово бабушка, да, вот это вот американизм, да, этот взялся, ну, что это? Это женщина такая, престарелая, в платочке, нам кажется, да, обязательно со спицами вяжет что-то с клубком ниток, да, сидит на диванчике, к ней можно прийти за конфетами попросить, ну, в общем, она тебе приготовит все, что угодно, тебе позволят, как внуку, тоже все, что угодно, в общем, мелок напоит, накормит и, в общем, и спать уложит. Вот такая. Но сейчас, мне кажется, нет таких уже практически бабушек. То есть, другими словами, ты хочешь сказать, что мы одним глазком, получается, левым, да, смотрим на запад, где бабушка на западе не сидит с внуками, а путешествует, сидит в компьютере, и такая вся модная, на тиктоках, вот этих вот человек, да, и внуки как бы, ну, по ватсапу созвонилась с внуком. Я так понимаю, Аня таких, конечно, не снимала. А такие есть вообще? Такие тебе неинтересны именно? Я все-таки стараюсь погрузиться в другой вот этот вот мир деревенский, самобытный, докуда еще не дошли тиктоки в полном объеме, да, и те самые бабушки, которые рады сидеть с внуками, которым за счастье накормить их блинчиками. И вот как раз-таки о таких бабушках было сложено очень много советских песен. Мы сегодня такую ретроспективу решили устроить с тобой в эфире, потому что мы о бабушках говорим, о дедушках наших замечательных, не будем забывать, что они тоже есть. О дедушке, да, о дедушке тоже прекрасно. Вот, и поэтому предлагаем сейчас послушать какую композицию, Саша. Послушаем мы, ну, наверное, ту композицию, которая в первую очередь ассоциируется с нашими классическими бабушками, да. И, конечно, Вячеслав Добрынин нам в этом поможет. Слава, давай! У подъезда кто сидит целый день обычно, кто на нас всегда сердит и ворчит привычно, кто ругает снег за снег, кто ж за дождь ругает, и, конечно, лучше всех все на свете знает, и, конечно, лучше всех все на свете знает. Бабушки, 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 старушки, бабушки, бабушки, лужки на макушке, бабушки, бабушки, мы вас уважаем, только как вас понять, мы, увы, не знаем, только как вас понять, мы, увы, не знаем. А, прекрасная композиция. Да, я вот, кстати, вам показывал совсем недавно фотографии еще одной западной звезды 63-летней Мадонны, которая тут снялась в полуобнаженной, вот это, можно ли ее назвать бабушкой-старушкой, скажите мне? Значит, ну, давайте пойдем по часовой стрелке. Конечно, можно, конечно, можно, что уже все же говорят, Мадонна, старушка, куда ты лезешь? Нет, а все туда же. А все туда же, да. Слушайте, вот не соглашусь я, наверное, с этим, потому что наши бабушки чем выгодно отличаются от бабушек западных, да? Выгодно. Выгодно отличаются. Пирожками. Пирожками, это понятно. Мне кажется, здесь надо сказать о том, что модные слова, как там ринопластика, пластика, подтяжки, да, вот у наших как-то бабушек, особенно те, кто проживает не в мегаполисах, да, вот, там до этого не дошло. В лучшем случае маска там из кофе, да, там или еще что-то такое, вот такая космос. Зато у бабушек есть другие прекрасные слова, которые исчезают со временем, а они до сих пор их хранят, вот это настоящие такие псковские словечки, которые когда-то были частью жизни, а сейчас исчезают. Вот, например, вот вопросом, что такое камейка? Скамейка? Нет. А, нет, подожди, может быть, это что-то... Без С, камейка. Камейка? Да. Это, может быть, еще плавают там, ну, типа лодки? Да, да, близко, да. Лодка выдолбленная из бревна. Камейка. А, камейка. Ого, что-то еще есть у меня такое, вот, из своей посложки, да? Видишь, ты молодец, Ирина Пластик и камейка, все в теме, да. Богатый словарный запас, Виталя. И вот, в общем, такие слова, они как-то, ну, благодаря и твоим видео в том числе, да, сохраняются. Сохраняются. Я провожу опросы в Инстаграм, в сторис, беру слово какое-нибудь, вообще совершенно простое, говорю, что такое большак? И мне пишут ответы. Вариантов множество. А сейчас мы спросим у нашего филолога. Большак – это какая-то большая дорога, ну, то есть, протаренная, то есть это не просто тропинка, а какой-то Ну, это главная дорога на деревне, Большак, да, да. Я бы сказал, что это вот черпак, взял Большак, налил борща. Вот, вот, да, вариантов как бы очень много, когда слово Большак, хотя кажется, что оно такое простое. Как залегте от народа, Саша. А может быть, будем называть не Рижский проспект, а Рижский Большак подойдет? Неплохо, неплохо. И Октябрьский Большак. Я понял, туда, я понял. У меня, Каня, вопрос, когда ты приходишь к бабушкам, к дедушкам, да, записать вот эти вот небольшие интервью, что они говорят? Ой, внученька, что за бесовская камера у тебя в руках? Нет, 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 нет. Ну, снимай. Они очень рады, это же внимание, для них главное – это внимание, что в возрасте человек, чтобы с ним посидели, поговорили. Одиноких много? Много, очень много. Тех, кто живет один, вообще один, их очень много, и когда ты к ним приходишь, вообще неважно, камеры, штативы, еще что-то, я включаю, говорю, не обращайте внимания, и дальше мы уже разговариваем. А вот в основном же люди этого возраста живут в деревне и в частном доме, да? И если мы говорим о том, что много одиноких пожилых людей, как бабушкам да и дедушкам удается одним справляться, ведь жизнь в частном доме – это не в квартире, где знай, плати коммуналку, и, если что, ходи с клюкой в управляющую компанию грозить председателю, а частный дом – это немножечко другое. Вот тут тебе и огород, и куры понеслись. Это, да, это у меня всегда тоже такой вопрос, а как? Я снимала женщину, бабушку, она была практически слепая, ничего не видела, и у нее был полностью посажен огород. И я говорю, как? Она говорит, ну как, я всю жизнь сажаю, я подхожу вот так вот пальчиком, отмеряю расстояние и знаю, куда там следующая семечка. Удивительно, я года два назад снимал программу про нашего с тобой земляка, опочянина Владимира Парамонова, нашего знаменитого партизана. Так вот, ему уже за 90, а он с женой сажает картошку. Просто то поколение, вот те люди, они немножко по-другому, что ли, замешаны из другого теста, не понимаешь? Для них вот наши там болячки, на которые мы жалуемся, наши какие-то стрессы. Депрессия. Да. Что вы делаете, когда вам грустно? Что значит мне грустно? Мне некогда, грустите, у меня работа, мне картошку поливать надо. Но мне кажется, еще вот огород, режим огорода, функция огорода, она как-то встроена. Встроена. Изначально встроена в старшее поколение, ведь я вот даже своей второй тещи, она тоже уже бабушка, выкладывал арифметику, что действительно дешевле, на цифрах показывал, что дешевле купить картошки, нежели трудозатраты на трактор, прополку посев, там еще трактор выкопать. Вот это все и действительно выходит так. Так, но здесь же сам процесс... Процесс, процесс. Это люди, которые привыкли трудиться. Всю свою жизнь люди трудятся. И попробую уберить труд у человека, который привык вставать каждый день в 6 утра и там от зари до зари, да, вот это вот все делать. И что? То есть это люди, которые не понимают функции лежания на диване перед телевизором. Как бы так же, вот, как перенять этот опыт, потому что, если мне скажут, Саша, на выбор, вот на чашу весов диван и... Доставка роллов. Да, и доставка роллов, да, а с другой стороны 7 гектар картофеля и патиссонов надо посадить. Вот здесь. Как это перенимать? Как перенимать опыт от бабушек? Расскажите. Александр, в деревню приезжай, научу. Да? А ты бы к чему склонился тогда? К чему? Ну, у тебя есть вот этот опыт, скажем так, работ на земле? Саша, посмотри на мои мозолистые руки, конечно же. Да. Я вот хочу... Да, я сказал, что у меня бабушки и дедушки-то не было, я не помню, но у меня такие воспоминания об их деревенском доме скорее остались, потому что вот заходишь в амбар, там какой-то такой запах, открываешь ларь. Ларь – это такой большой, длинный, деревянный, этот самый, ну, стол, который с откидной крышечкой, и там хранилась там мука и так далее. Зерно туда, да, засыпали. Но всё это ещё имеет такой запах, ну, такой старый такой, да. Причём, если ты помнишь, то мука была не 2 килограмма, а сразу мешок там килограмм 10. И мука была не из магазина, а её сделали, её вырастили, смололи и сделали мукой, да. Ну, это богатство, когда залезаешь на чердак, а на чердаке там и прялка, понимаешь, там, и старые веники ещё там с незапамятных времён висят, там, и газетки там стопочка, и тетрадочки там твоего папы сложены. Ну, то есть вот эта всё память, вот понимаешь, как люди бережно относились к этому, когда не было ничего, ни интернета, ничего. Ну, вот люди хранили. Людей, может быть, много чего не было. Мы сейчас, давайте признаём честно, ну, лучше живём, чем то поколение, да, наших бабушек и дедушек в основном. По нашему мнению, хотя бабушка и дедушка говорят, что тогда было лучше. Ну, надо спросить, конечно, да, вот Аню, она лучше знает. Но мне так кажется, что мы не испытываем, по крайней мере, тех трудностей жизненных, которые им удалось перенести. Которые закалили. Да, потому что, ну, давай признаем, что в колхозах они работали не за деньги, да, очень долгое время. За просто так. Они не могли выехать там куда-то далеко. У них паспортов-то не было, в конце концов. В Турции и Египет таких слов не знали. Ну, да, так и не надо, да, не были. Ты же понимаешь. Так и не счастлив надо. Я вот хочу, Аня, действительно, вот как они воспринимают современную жизнь? Жалуются ли они на что-то? Нет, они не жалуются. Они радуются. Потому что, действительно, ты правильно сказала, жизнь была просто безумно тяжёлая. И на фоне вот этой прожитой жизни, которую они прошли, то, что у них есть сейчас, это для них очень хорошие условия жизни. Хотя я, когда приезжаю, я понимаю, что туалет на улице, за водой надо идти, да, вот эту вот вся быта печку надо топить ежедневно, когда у тебя мороз, картошку нужно, условно нужно, да, но выращивать. Но в сравнении с, например, войной, когда гибли, умирали, тут вообще... Слушай, мне кажется, так жену себе надо выбирать. Привозишь её в деревню. Если она не испугается выгребной ямы и туалета на улице, тогда... Тогда и вези в город. Да, с ней можно. Можно жить в городе, да. Да, да, да. Понимаешь? А то есть такие... 62-80-30. Дорогие друзья, если вам есть что вспомнить о ваших бабушках и дедушках, звоните и рассказывайте нам или пишите сообщения в группе ВКонтакте. Что-то мы о дедушках забыли-то. Вот бабушки-бабушки, почему они так в фаворе? А дедушки как-то раньше уходят, к сожалению. А с дедушками у тебя есть опыт записи? Есть, есть. Да, но они реже встречаются, и в основном это семейные пары. Мужчина, женщина. А кто более разговорчив? Бабушки, конечно, да. Снимала последних героев, мужа с женой. К сожалению, не стало. Вот буквально через три месяца после съёмки, и я успела их снять. И совершенно потрясающе. Супруга бесконечно перебивала своего мужа и говорила, «Ты всё говоришь неправильно». А он говорит, вот посмотрите, вот так же я прожил там 63 года своей жизни. Ну, это классическая, мне кажется, история. Да, это прям была классическая история, это было прекрасно. А дедушки вообще про что рассказывают? Дедушки, наверное, больше вспоминают войну какие-то, да? Опять тяжёлые годы. Война, война, жизнь. Ну, это возрастные люди, это довоенный период. Они вспоминают, на самом деле, очень бесценные воспоминания, потому что они не только свою жизнь вспоминают, они вспоминают ещё своих бабушек и дедушек, которые на минуточку там вот при царе ещё были, да? То есть вы представляете, какой вообще вот можно временную связь поймать, когда ты вот так общаешься. А, Таня, как ты находишь своих героев? Сами уже себя находят, уже мне пишут и говорят, что есть прекрасная бабушка, живёт в деревне. А это внуки пишут или родственники-соседи? Эти сами уже пишут и говорят, кто-то где-то с кем-то познакомился, и пишет мне и говорит, ой, вот прям общался, там, вот такой прекрасный человек. Вот было бы здорово, если бы у тебя получилось снять. И, как я понимаю, твоя, ну, назовём так, коллекция, да? Да, вот, и она постоянно пополняется. Удаётся ли находить время? И ведь часто, мне кажется, приходится выезжать куда-то, ну, ну, не то что за пределы области, да, но совсем в отдалённые районы. Ну, я стараюсь находить. Не всегда получается, но я прям стараюсь. Вот когда меня просят, я откладываю свои дела и думаю, что нужно поехать, потому что люди-то уходят, и вместе с ними история, эпоха уходит. Слушай, а вот какие-то привычки такие или занятия, хобби, удивительные у бабушек, дедушек были, вот, встречала? Может быть, что-то тебя поразило? Оно классическое, у всех они вяжут носочки, ткут, на прялочке ткут. Да, вот это вот, да, вот это вот. Весь вот этот процесс производства шерстяных жилеточек для внуков. А стирают-то в стиральной машине или в руках? Не все. Некоторые стирают руками, ходят полоскать на речку. Можно назвать это хобби. То есть до сих пор, да? До сих пор, да. Такое еще есть, что ходить, стирать на речку. Да, но мы возвращаемся к нашим музыкальным композициям, которые следуют бабушек. Да, и следующий исследователь бабушек в музыкальном плане, конечно же, из 90-х, Игорь, или же Гарик Сукачев. И почему-то он подчеркивает такую, я бы сказал, не характерную особенность бабушек, хотя, может быть, они с нами поспорят. Кто знает, может быть, то у поколения... Ну, эти бабушки... Типично курила трубки. Все, может быть. Встречались ли тебе такие? А с трубкой нет, но курящие бабушки, да. Ага, интересно. Но мне кажется, это... С самокруточками. В меньшинстве своем, да? В меньшинстве, да. Друзья, мы напоминаем, что курение вредит вашему здоровью, конечно же, но это не мешает нам послушать Гаррика Сукачева. Моя бабушка курит трубку, черный-причерный табак. Моя бабушка курит трубку, суровый моряцкий садян. Моя бабушка курит трубку и обожает огненный ром. И когда я бабуле заскочу на минутку, мы с ней чего весело пьем. У нее ничего не осталось, у нее в кошельке три рубля. Моя бабушка курит трубку, трубку курит бабушка моя. Зажигательная композиция. Композиция зажигательная. Слушай, почему на день пожилого человека... Я ходил в сельский клуб в Апоческом районе и не слышал этой композиции в 90-е. Ты ходил в сельский клуб на день пожилого человека в 90-е? Я там диджейл, друзья мои. Так поэтому вопрос-то к тебе. У тебя не надо спросить. Говорили мы, да, сейчас с Анной про хобби, чем увлекаются бабушки наши, но и дедушки, да? И как выяснили, что это отнюдь не хобби, а такие вещи первой необходимости, я бы даже сказал. Это жизнь. А вот какие-то интересные предметы, может быть, интерьеры. Ведь они еще, наверное, остались у бабушек, которые потом, в дальнейшем, возможно, будут уже и в музеях выставлять. Есть ли что-то такое интересное? Но если что-то осталось от войны... Нет, не от войны, а иконы есть, которые семейные такие, и они передавались из поколения. В поколении адресов, я вот как раз об этом, потому что очень много ходит по селам людей, которые заходят в дома к бабушкам и дедушкам и смотрят, нет ли ценных икон. А потом залезают в эти дома. Есть такая проблема. Как ты вот с этим недоверием сталкивалась слишком? Я с недоверием вообще не сталкивалась. Я, наверное, я располагаю просто к себе, ну вот, как-то меня любят бабушки и дедушки, и я даже, ну, когда я к ним прихожу общаться, мне даже вопросы задавать не надо. А в твоих фильмах, ну, не могут эти фильмы, если они в открытом доступе есть, или эпизоды как-то способствовать такому, скажем? Наверное, я пока не показывала ничего такого с привязкой к местности, вот какие-то ценности, чтобы это, ну, действительно, потому что много очень людей, которые ходят, одинокие бабушки и дедушки живут, а вдруг что-то интересного есть. А вот мне интересно, ты приходила к бабушкам и дедушкам, у которых есть внуки, но которые давно к ним не приезжали, например? Вот, ну, может, да не жаловались. Ну, да, не то чтобы жаловались, скорее скучали. Бабушки и дедушки вообще после 90 не жалуются, в принципе, на жизнь. Это, ну, как, видимо, прерогатива молодого современного поколения, на жизнь жаловаться. Скорее скучают, когда далеко родственники, там, дети, внуки разъехались в других городах, и... но уезжать из своих домов не хотят. Почему? Подожди. Ну, это же родина. Ну, представьте, вот, ну, ты жил, у тебя 90 лет один образ жизни, и зачастую же история бывает, когда увозят, и... Ну, тяжело уже. Подождите, друзья, ведь часто бывает такое, да, деревни. Вот говорили мы про деревню Москва в самом начале, да, но таких по области у нас, я уверен, что не одна. Там живет три, ну, пять домов, да, и бабушка ей, допустим, 80 лет, и ей уже дети, внуки говорят, бабуль, давай мы тебя перевезем в город, будешь жить там с нами в квартире, все условия, и тебе не надо будет ходить, да, там, на улицу сожать огород, все, вот, перед телевизором сидеть вязать будешь, и отказываются, и отказываются, говорят, нет, я одна, я сама с собакой, там, с живностью, все справлюсь, буду тянуть. Вот почему бабушки, опять же, отказываются, и стоит ли, вот в чем вопрос, стоит ли все-таки бабушек уговаривать, и дедушек переезжать в город поближе к родным, либо же, ну, хочешь жить, живи там. Ну, это вопрос к образу жизни, да, вот эта вот жизненная сила, которая людей заставляет сажать картошку, она же им и жить помогает в том числе, потому что пока человек знает, что у него есть какие-то обязанности, задачи, его что-то держит на этой земле. Его что-то держит, да, это мотивация модная, все слово. А то сел перед телеком, и... И зачастую, когда вот человеку говорят, все, 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 ты можешь просто сидеть, вот еда, вот вода, вот тепло, вот телевизор, и... Тут можно вспомнить Валентина Распутина, «Прощение с матерой», прекрасное произведение на этот счет, когда как раз-таки, да, из деревни переезжает в город, и, собственно... Ну и просто представите, это вот какая любовь к месту, да? И это гибель всего, да. К месту есть, к родине любовь, а тебя уводят, уводят. Хорошо, да. И все-таки можно сказать, что наши бабушки, наши дедушки, они в большинстве своем оптимисты, несмотря на все то, что им пришлось пройти и пережить. Это такой оптимизм, который вот я нигде больше не встречала. Какой-то особый же оптимизм. Он особый. Это не оптимизм, это жажда жить. Это вообще вкус к жизни. Это умение наслаждаться тем, что у тебя солнышко встало, и ты счастлив просто по факту. То есть никогда тебе не говорили, вот, у меня там до медпункта далеко идти, за хлебом мы ходим за три километра. Нет, ну говорят, почему же не говорят, и там картошка не уродилась. Ну это жизнь просто там. Ну чаще говорят, к нам медичка приезжает раз в две недели, так что все отлично у нас, все хорошо. Я автолавка. Не доехала, потому что сугробы, но на следующей неделе точно доедет. А, кстати, вот в пандемию как тебя? Продолжают пускать? Продолжают, да, пускать. Без проблем по QR-коду? Пока не просили еще. Не было еще. Я их очень берегу. Я на самом деле стараюсь, ну если я там простывшая или какая-то, то с людьми не контактировать, потому что все-таки в возрасте люди. Друзья, у нас есть телефонный звонок. Сейчас мы пообщаемся с нашим радиослушателем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Канна. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Любовь Георгиевна. Мне 73 года. Я живу в Пскове. И вот сегодня уж к слову о бабушках и дедушках, но я бабушка. И поэтому я хотела, знаете, вот такую реплику вставить. Недавно, в конце октября, у нас в Пскове в кинотеатрах очень-очень незаметно прошел фильм «Учености плоды» Игоря Укусникова. Знаешь, да? Да-да-да. Снимался он на нашей Псковской земле, основан на реальных событиях, которые произошли вот в музее, в Пушкинском нашем музее, во время оккупации. И я вот была настолько поражена, что в зале была только я одна, еще один человек. Два человека всего, представляете? Спросила у работников, почему никого нет. Они говорят, это не реклама никакой не была. Ну как же так? Такие там замечательные актеры снимались. Да, и Кошли в Тигарах все это дело. Да, Самугольников, Безруков, Федор Бондарчук. Ну что даже про это говорить? И фильм очень даже классный. Это хорошо. Но если вот возвращаясь к теме нашей беседы, скажите, пожалуйста, вот расскажите про себя. Ну, как вы понимаете... Вы какая бабушка у нас? Активная? Ну какая разница? Вы в кино смотрите. Вы обыкновенная бабушка. В театр, в кино, да? Я просто слежу. Я немножко слежу. Вот из интернета узнала, что проходит фильм в их жёлтой экране. А тем более... А скажите, а шарфики и носочки вяжете? Да нет. Я рисую. А, вы рисуете? Шарфики и носочки. Я рисую на камнях. Ну хорошо, а пироги-то и тортики делаете? Да всё это можно, конечно. Но просто рядом со мной нет ни внуков, ни детей. Они далеко. Ага. Поэтому... Ну понятно, сейчас с путешествиями всё сложно, но может быть там... Ну вот вы меня не сочувствовали даже. Нет, мы... Я хотела, знаете, какое-нибудь предложение. Что вот надо было сделать для бабушек и дедушек бесплатный просто сеанс. Ну что толку? Вот мы заплатили по 200 рублей два человека и крутили для всего зала как бы. А взяли бы рекламу, пустили, что вот фильм, который снимался здесь у нас, прекрасные актёры. И фильм-то замечательный. Ну я думаю, он ещё приедет каким-то образом. Ну как только увидим Угольникова, мы ему передадим. Спасибо большое. Спасибо за ваше мнение. Всего вам доброго. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. 62-80-30, телефон нашего прямого эфира. Вы также можете позвонить, рассказать либо о себе, либо о своих родных, своих близких, бабушках и дедушках. Какие они? Да, чем они занимаются, чем увлекаются. И мне понравилось, что вот Любовь Георидна, которая нам сейчас позвонила, живёт в Обскове, да, и... Ну современная бабушка, ты видишь? Современная, ходит в кинотеатры, значит... Очень, знаешь, в кинотеатры много хожу. Я не хожу уже, считаю, что... Нет, я имею в виду из бабушки, а вот то, что она в интернете, вот это уже интереснее. А то, что рисует на камнях, тебя не удивило? Вот такое хобби интересное. Ну, знаешь, мелом на спальне себе платят. Не рисовали мы. Я понял. Да, друзья, звоните, рассказывайте, чем увлекается ваша бабушка, или если вы бабушка, то звоните, расскажите, чем увлекаетесь вы, или ваш дедушка. Дедушка, обязательно. Кстати, вот тут недавно была статья, что дедушки куда-то те самые пропали. Что значит те самые? Ну, имеется в виду, вот дедушка, который там, не знаю, который всё знал, который... Который научит внука, да, всему? Да, всему, всему, потому что сейчас дедушки закрытыми глазами. Это такой, не знаю, метросексуал, который следит за собой. Ой, ну ты сейчас говоришь про это, который ходит на селитность и так далее. Ему не до внуков, давай признаем. Дедушка Мадонна. Давай признаемся, что ты сейчас говоришь конкретно про дедушку из рекламы оператора сотовой связи. Да, вот такого молодого седу. Да, да, но нет. Но таких дедушек в автобусе... Да нету, нет таких дедушек. Дедушки, они, конечно же, их меньше всего, но их можно встретить на рынке. Вот на рынке, вот там я дедушек встречал. А, они продают, да, вот эти вот какие-то такие запасы из своих... Они что-то продают, запасы из гаражей. Гаражей, да-да-да, чердаков. Вот этой ямы, которая в гараже есть, когда вот он шестерку или семерку перебирал, и что там осталось. И вот дедушки, они на самом деле такие ретрансляторы каких-то действительно уникальных вещей, начиная от гаечных ключей. Они продают бабку. Знаете, что такое бабка? Так, вот вошли... А, дождь, это какой-то инструмент. Да-да-да, инструмент, инструмент. Вот дедушка, который продает бабку. Я боюсь ошибиться. Ты не бойся, бабка, это барабан на стиральной машине. Мимо. Но это с козьбой связано? Да-да-да, это такая штучка, с помощью которой отбивают косу. Вот. Вот, Виталик. Еще что-то вам не осталось. Три-ноль. Три-ноль, три-ноль свою. А еще дедушки, мне кажется, это те люди, которые умеют играть на баянных аккордеонах. Гармошках. Гармошках, да, вот такое. Один играл на гусли, гусли были, вот тоже здорово было. Вот, тоже вот такой вот интересный момент. Да, но многие из бабушек и дедушек читают очень активно. Давайте признаемся, читают газеты. Читают. Да. И вот одну популярную газету, которую читает его бабушка, да, об этом поет наш следующий исполнитель из двухтысячных уже. Да, зовут его Гуф. Рэпер. Рэпер Гуф. Неожиданно. Неожиданно, да. И вот как к творчеству Гуф вообще относимся? Никак. Сейчас послушаю и отвечу. Ну, давай скажем, что там большую часть успеха этой композиции – это бабушка. Да, она так и называется, прабабушка, и лучше один раз услышать, чем сто раз про нее поговорить. Так, Гуф, прабабушку, давайте чуть-чуть послушаем. Звук? По-моему, у любого рэпера на одном из его дисков должен быть трек, посвященный одному из его близких. Про маму или папу написать может каждый, но я не каждый, так что ловите про бабулю. Надеюсь, это не будет звучать обломно, если я попрошу всех настроиться позитивно. Поймите, это не какая-то там Ольга Петровна, это мама моей мамы, Тамара Константиновна. Сейчас я ровно двадцать, осталось до ста, По вечерам она просит закапать ей эти капли в глаза. Она стала плохо видеть после того раза, Когда люди в синих комбинезонах пришли и забрали меня. Она с нетерпением ждет свою пенсию, Не дослушала до конца ни одну из моих песен. Ты не был на китайской стене, ты не был в Китае, Ты не видел мою бабушку, ты меня не знаешь, так что знай. В пределах садового кольца курсирует еще оригинал-па, два икса. Зато помнит всех моих знакомых по именам, Знает, кто из пацанов, рэпер, бандит или наркоман. Да, вот такие бабушки были в двухтысячных рэперах. У всех должны быть бабушки. У рэперов. Да, у рэперов тоже должны быть бабушки. Я помню, что она газету «Жизнь» четко читала. Ну, там еще, да, у него еще одна есть. Коль уж мы заговорили, давайте еще пару слов скажем, про современные песни, про бабушек и дедушек. И вот Моргенштерн как бы... Эту песню мы не будем ставить, друзья. Эту песню мы не будем ставить. Да, Моргенштерн тоже как-то... Прославился. К сожалению, к сожалению, сделал отсылку. Но за эту песню его чуть, знаешь ли, не привлекли. Да, можно название-то говорить в эфире? Ну, скажи. Песня называется «Съел деда». Вот. «Я съел деда не проблема, слава, что ты сделал, я съел деда». Вот высокая смысловая нагрузка у современной молодежи. Ну, Моргенштерн – это вообще интересная личность в наше время, так что... Мне кажется, что должен быть список слов, которые на законодательном уровне надо запретить произносить Моргенштерна в его песнях. Вот. Ну, подождите. Ему хватит и слов в 10. Какой лошадь придает? Я не очень понимаю, почему такой... Ну, серьезное значение придается этой песне. Но это же ирония. Мы живем в мире постмодернизма. Давайте, все вокруг ирония. И троллим в той или иной степени. Слушай, ну... Что тут такого? С такими... Ну, ты что, поверил, что он реально съел деда? А я даже... Понимаешь, сейчас мы живем... Ты живешь в мире постиронии, я живу в мире с богатой фантазией. Да? Вот. Со своей богатой фантазией, с которой я борюсь ежедневно. И, естественно, волей-неволей ты это представляешь. А я не хочу это представлять. Вот не надо мне это просто. Так и не представляй. Выключи эту композицию. А куда я это дену? Переселяйся в мир, Квиталий. Друзья, мы сейчас прервемся на пару минут, да, а потом продолжим говорить о бабушках и дедушках. Давайте. Шоу вежливых людей. Друзья, продолжаем мы шоу вежливых людей, и сегодня на протяжении целого часа говорим мы про бабушек, говорим про дедушек, про их особенности. В общем, все от и до. Пытаемся обсудить. Современная бабушка и дедушка все-таки нас интересует этот вопрос. Да, и вы можете на него ответить в нашей группе ВКонтакте радио «Маньяк Псков». Именно там у нас прикреплена запись. И голосуйте, голосуйте. Есть даже несколько вариантов ответов. Ну, или вы можете предложить свой. Да, буквально несколько минут у нас осталось, но это время мы потратим не зря. Да, хотелось бы... А, кстати, да, у нас еще Анна. Да, еще Анна, да. Аня Скрипкарь у нас сегодня, режиссер документальных фильмов, которая снимает такой целый большой проект про бабушек наших замечательных. Давай скажем, что у Ани в коллекции, конечно, много разных съемок. Интересных шагов. Интересных, да. Ну, вот давай отметим, что в этом году, ну, для меня стало открытием вот такая большая выставка фотографий, старых фотографий, ну, я не знаю, деревень или жителей, да, старых опочки, опочки, опоческого района, которая выставлялась в том числе и в Пскове, замечу. Ну, очень интересно. И сейчас поедет, по-моему, по всему миру. Париж, цель Париж, да, да. Я хочу, чтобы опочку знали в Париже. У меня великая цель. Да, ну, очень здорово. Вот как раз Аня показала своими друзьями вот ту культуру, которая, возможно, исчезла. Та культура, может быть, еще до коллективизации, которая у нас была как раз-таки, да, и которую мы потеряли, к сожалению. Потеряли вот эта сельская жизнь, вот та. Я вот, да, задумался и понял, почему мимо меня прошла эта выставка, хотела посмотреть. Кстати, где сейчас выставка? Стоит в детском парке, еще можно успеть. Можно успеть сходить. Я пошел. Нет, не уходим. Давай мы еще немножко поиграем, Саня. Давай, да. Есть у нас одна замечательная рубрика. Поехали. Итак, Аня, рубрика «Йо Каламэнэйка». Так, так, так. Из названия ты понимаешь, о чем пойдет речь, правильно? Нет, совершенно нет. Меня не подготовили, меня не предупреждали. В общем, смотри. Это наша викторина. Это наша викторина, да, небольшая такая, и посмотрим вообще, насколько хорошо ты знаешь бабушек, дедушек со всей нашей планеты, да, будем задавать все вопросы. Это самое ужасное. Сейчас фамилии, имена, да, какие-нибудь? Ну, конечно. Я никого не помню. Здесь только отчество. Ладно, по ходу разберемся. Хорошо, погнали. Итак, Аня, самая сильная бабушка в мире – Сакенат Хапинапеева. 76 лет, и она… Из Дагестана. Из Дагестана, да. Божечки. Так вот, почему же она самая сильная в мире? Есть три варианта ответа. Потому что она, ну, предположим, голыми руками может в косичку скрутить 50-миллиметровый железный уголок, она связала самый длинный шарф длиной 700 метров, либо же она в одиночку перенесла 16 коз через горную реку. Напомню, в Дагестане все-таки. Ну, тут скорее козы, хотя шарф тоже мне нравится, но выберу коз. Минус один балл получает Анна, потому что… Потому что это косичка. Потому что, да, она вот… Это косичка. Железный угол, гнет железные уголки 76 лет. Так, быстро. Кстати, в английском языке есть слово «бабушка», как оно переводится? «Бабушка», вот та самая. Женщина с внуками, пожилая женщина или вязанный платок? Бабушка. Это именно, да, именно на английском языке. Не в американском, а вот в английском. Женщина с внуками. Пожилая женщина, либо вязанный платок. Боже, пусть будет пожилая женщина. Мимо, да? Все верно, все верно. Один балл у тебя. Подскажите, пожалуйста, быстренько. Какое место заняли бурановские бабушки на Евровидении, когда ездили? Помнишь? Первое, второе или третье? Третье. Когда в России? Второе, второе. Второе, второе, второе. Когда в России отмечается День бабушек и дедушек? У меня каждый день. Можно было. Первое октября, 28 октября или 29 февраля? Первое октября. Не угадал, 28 октября. И напоследок, где живет самая лучшая бабушка в мире? Ответ очевиден. Во почке, конечно. Ну что, друзья, давайте подводить итоги нашего опроса. Какими должны быть современные бабушка и дедушка? Выиграл с подавляющим большинством. 58% печь блины и баловать внуков должна настоящая бабушка. Современный мир проиграл. Она там много путешествует, снимает тиктоки. Это не для нас, Саша. Но баловать внуков тоже можно по-разному. Соглашусь. Но это уже совсем другая тема. Давайте за симбиоз, чтобы и так, и этак. Да, ну что ж, благодарим Аню Скрипкарь. Да, спасибо. Снимай больше бабушек и дедушек, рассказывай всему миру о них. Они замечательные. Спасибо. Особенно о бабушках и дедушках нашего региона, тем самым сохраняя и традиции, и нашу историю. Все, друзья, вы слушали шоу «Вежливых людей» Александр Робин. Виталий Михайлов. Всем пока. Хороших вам выходных. Пока. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.